Кандидат номер один от нашей партии, это лидер нашей партии Геннадий Андреевич Зюганов. В КПРФ решили не изменять традициям и выдвинуть на пост президента России своего лидера Геннадия Зюганова. Об этом сегодня рассказал секретарь ЦК партии Юрий Афонин. Официально это решение могут утвердить в мае на съезде партии. Почему нет новых претендентов, объясняет вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Во-первых, мало знакомые населению лица вряд ли смогут привлечь электорат. А во-вторых, новых ярких личностей просто нет. Здесь трудно говорить о какой-то харизме. Это политики более молодые, политики другого поколения, уже чем Зюганов, но особой харизмы там не видно. Поэтому, скорее всего, даже пойдет слово Шан Геннадий Андреевич. Также, что касается других думских партий, ЛДПР и Справедливая Россия, они тоже вряд ли чем-то удивят. Бессменный лидер либерал-демократов Владимир Жириновский еще в 2015 году изъявил намерение участвовать в президентских выборах. СССРов, скорее всего, представит Сергей Миронов. Традиционно поучаствует в президентской гонке лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. А вот неожиданным может стать появление в числе кандидатов вице-премьера правительства Дмитрия Рогозина. Эксперты уверены, предвыборная кампания будет идти по сценарию управляемого конфликта. Конечно, у всех на слуху сейчас Алексей Навальный. Кажется, что вот он настолько подходит на эту роль, да, потому что, в общем, у него достаточно количество протестников, особенно так называемый городской рассерженный вот этот класс. Они на него чуть ли не бывает там какая-то часть не молятся. Да, вот он наш Леха, как они его называют. И в этом смысле, конечно, достаточно удобен для вот этой интриги предполагаемой, то есть для того, чтобы подтянуть, для того, чтобы создать определенную роду сценарий реальной какой-то, реальной борьбы. О своем желании стать президентом Навальный заявил в декабре прошлого года. Суждено ли сбыться его планом, пока до конца не ясно. Сейчас оппозиционера повторно судят по делу о хищении средств Киров леса. Также одна из интриг сейчас – уровень явки. До всех сторон непонятно, у кого настроение политических людей, которые не имеют позицию к ключевым политическим вопросам, что будет, если будут в них политические животные. Они более-менее размазаются по тренду и будут, как все, распределяться между теми, кто любит власть и теми, кто ее не очень любит. Или все-таки это какая-то особая группа, которую лучше не будить. Наверное, это одна из тем, которая будет звучать дискуссия. Выбирать нового президента россияне будут 11 марта 2018 года. Пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков ранее выразил надежду, что Владимир Путин будет переизбираться еще на один срок. Большинство россиян довольны деятельностью Владимира Путина на посту президента. Об этом свидетельствуют опросы Левада-центра. Также эксперты выяснили, что действующий президент возглавляет тройку политиков, которым население страны доверяет больше всего. На втором месте глава Минобороны Сергей Шойгу, а на третьем министр иностранных дел Сергей Лавров. Татьяна Стрельцова, Павел Тюкавкин. Новости ТВК.